А вот взаимоотношения Израиля и России, если ретроспективно посмотреть, то там с 70-х годов, в период Холодной войны, разделение было такое, Соединенные Штаты на стороне Израиля, СССР на стороне Палестины. Вот сейчас как вы существуете в этой триаде? Россия, Америка, Израиль? Ну, прежде всего, нужно упомянуть о том, что Советский Союз был одним из самых активных сторонников создания государства Израиля. Да, при этом да. Я вот взяла 70-е годы, не 50-е годы. Конечно, если говорить о периоде Холодной войны, то Израиль однозначно был на стороне Запада. Израиль однозначно западная страна. Соединенные Штаты наш главный, основной стратегический союзник. Так было и так остается на сегодняшний день. При этом с Россией у нас замечательные отношения. Экономические отношения, личные отношения на уровне глав государств, прекрасные отношения. И мы не за Соединенные Штаты, мы не за Россию, мы прежде всего за Израиль. За Израиль, за израильские интересы. И это та красная линия, которой мы придерживаемся. Прежде всего, то, что интересует Израиль, это безопасность государства, безопасность наших граждан. Если есть угроза в какой-либо другой стране, а как правило, это соседние страны, Ливан, Сирия, где существуют террористические организации, которые поставили своей целью уничтожить Израиль или нанести ему серьезный ущерб, в этот момент мы обязаны действовать, невзирая на наши отношения ни с Соединенными Штатами, ни с Россией, ни с кем другим. Продолжение следует...